Последняя часть задания Сахейля называется Затаившиеся наемники. Но, как я это понимаю, после завершения мы полностью завершим задание Мир Древний Язык и Новые Знания. Но в этой серии, скорее всего, так и произойдет это все. Но давайте начнем. Хотя нет, дождите, зачем нам начинать, если мы уже с ним болтали? Нам просто отслеживать надо. Так, нам присоединился в команду наконец-то Сайна. Он 50-го уровня, так что не судите его строго. Он еще пока молодой. А, слушайте, по-моему, я, кстати, уже здесь бывал. А это место, о котором говорится в заметках. Здесь Тутмоса внезапно появился и исчез. Прошло много времени, даже если здесь и было укрытие, его уже давно покинули. Ого, приспешники Тутмоса все еще здесь. Давай поговорим, поговорить потише. В смысле, это значит, что здесь действительно находится одна из секретных баз. А где есть секретные базы, значит, что-то есть еще. В записках за Хейли говорится, что здесь пустыники могут появляться ниоткуда исчезать, ни в никуда. Почему бы нам просто тихонько не понаблюдать и не выяснить, в чем секрет? А как понаблюдать вы хотите? Что, что я? Войдите в секретную базу. Что у нее над головой появилось? И как это объясняется? А как в секретную базу зайти? Я вижу! Так, ребят, короче, мы должны тихо, тихо, смотрите. У них даже зеленые полосы означают, что они не агрессивные. Но если мы подойдем, скорее всего, близко к ним, все может поменяться. Так что давайте-ка немножко не будем рисковать. Произнести пароль и путь сам перед тобой появится. Пароль? Эй, никто не будет использовать такой простой пароль. Слова, написанные на двери, тоже не подойдут. Снова никакой реакции. Если мы хотим войти, то сначала должны выяснить пароль. Может, подслушаем, о чем болтают пустынники? Глядишь, узнаем что-нибудь полезное. Вы че, серьезно? А каким образом? А где мне подслушать-то? Они хоть... Не бы хотя бы сказали бы, каким... А, вон, вот эти ребята, наверное, готовы. Ну-ка, секунду. Тихо. Ребят, какое раз дела-то? Это же вы, наверное, да? Ой-ой-ой! Ой, парни, по-моему, вас не надо было убивать. Ой, капец, походу. Так, может быть, не эти ребята? Подождите. Унта, девчонка, она, походу, какая-то уникальная. Убивать, я думаю, что их вообще не стоит. А то мы потом можем... У них, смотрите, реально реакция какая-то идет. Так, хорошо. Они сказали нам подслушать. Да подождите, кого мне из них подслушать? Эх, огромное количество. Эй, пацаны, как у вас дела-то? Может быть, ближе подойти? Они не говорят же, нифига. О, да что значит? Да это бред какой-то. Ну, там вон та девчонка, она какая-то была вот прям... Видите? Как будто она мне и нужна. О, это наемница ходит и ходит туда-сюда, наверное, патрулирует местность. Так. И что это значит? Она должна подойти! Вы поняли фишку? Так, все, короче, ребят. Нам надо просто ждать ее. Она должна подойти, видимо, вот к той области, к этому переключателю. И что-то сказать. Мне так кажется. Ну, я просто других вариантов вообще никак не вижу. Давайте просто ее подождем. Мы, конечно, можем следовать за ней. Может быть, она в какой-то момент где-то остановится и... Ну, это как пальцем в небо, на самом деле. Ну, кто знает, как это будет работать. Так, этот уже почти меня заметил. Может быть, вообще к ней поближе подойти? А это не он, не он, не она, не она. А где она-то? Капец. А это, девчонка, где? Я, я не могу, это просто в шоке. Я просто в шоке. Она куда-то исчезла или что с ней? Вон она! Или это не она? Нет, это мужик вообще. А вон она идет. Нет, это тоже мужик. Да что мне делать-то вы хоть... Войдите в советную базу. Это понятно, просто... Куда она делась-то? А вон она идет, по-моему. Так, это она идет. Ну, если бы я мог бы превращаться в пустынников, ребят. Может быть, поближе подойти? Может быть, с этими ребятами они будут общаться? Ну, она сюда, на меня идет, да? Вот, видите? Так. Это, типа, расстояние означает, что, типа, скорее всего, мы в нужном... В нужном... На нужной дистанции находимся. И мы можем услышать что-то. Но не слишком близко должно все это быть. Она должна подойти сюда, и мы должны хоть что-то услышать. Не убить же ее. Может быть, убить ее надо? Ладно, давайте попробуем ее убить, если она сейчас ничего не скажет. Давай проследим за ней, вдруг что-нибудь разузнаем. Хорошая идея. Капец, как я прослежу-то тут прям столько народу. Но мне вообще... Босс, до сих пор не вернулся, неужели что-то случилось? Если и правда что-то случилось, можно спрятаться за защищенным паролем... О, да-да-да-да, дверью, да-да-да. Говорите, говорите. Мне надо... А, все, я понял систему, ребят. С ней надо держаться просто на расстоянии. Без разницы, где она находится. Так, а пароль там такой сложный. Короче, просто держимся на расстоянии рядом с ней и не натыкаемся ни на кого, главное. Просто спустя какое-то время они нам скажут этот пароль. Точнее, она нам скажет. Но я боюсь близко подойти, это будет капец. Тут же идти... Мы в пустыне... О, Марк Барр, Парвис Зваран или как там Магабар? О, я понял, короче, она будет еще у нас в руку пальца крутить. Надо еще там... О, точно, Марк Барр, Парвис Зваран, короче, я не буду выговоривать это. Все, она раз за разом повторяла какую-то тарабарщину. А еще она говорила про какую-то защищенную дверь. Давай поищем поблизости. Пайман, мы, по-моему, уже знаем, куда надо этот пароль-то. Ну, если этот пароль подсветился синим, значит, это какая-то фраза 100% подходящая для нас, ребят. Я не буду пока что никого убивать здесь, на всякий случай, а то еще задание может завершиться. Так, что у нас тут есть? Пароль. Ай, будто это тот. Да, какой пароль. Есть, есть. Безумно. Но пароль действительно очень сложный. Неудивительно, что тутмус разместил здесь свою басу. Да, Пайман. Ну, кстати, система сама... Ё-моё. У нас в гости, парни. Да, что-то он слабоват, конечно, ребят. Он слабоват. Очень слабоват. Это вам не Аяка, конечно. Как она убивает, это просто нечто. Ну, ладно, минус еще в том, что он 50-го уровня. Я уверен, что очень сильно это зависит. Его очень сложно качать. Поверьте мне. Так, хотя он со всеми уже... Даже оружие прокачано. Артефакты прокачаны на максимум. А что нам дальше-то делать? Там здоровек какой-то с сабелиском. А нам туда надо или туда? Нет, туда, скорее всего. А может, туда зайдем? Эй, босс. Ситуация? Накаляется? Так, ладно, давайте уж, если мы здесь... Кстати, как это называется? Это вообще без названия. То есть мы попали сюда через оазис Сабека. Ну, ладно, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Кроме этого молодого человека, конечно же. Но он эпично выглядит. И пьет очень больно. Смотрите, тут у нас есть вот эта вот штуковина. Но ее применить просто некуда. О, е-мое. Не, может быть, где-нибудь что-то откроется? А, вон сверху, смотрите. Ясно. А что же будет тогда, если мы это сделаем? Ладно, если вы уже зашли сюда, ребят, давайте тогда на максимум сыграем. А, песочные часы тут у нас. Они везде появятся, да? Поехали. А теперь давайте активируем их, да? Я готов. Раз, два, три. Повернуть. Нельзя совершить это во время боя. Друг мой, придется себя убить. Извини, у нас тут есть свои планы. Ладно, пришло время Сайна. Где ты? Где ты? Он тоже умеет что-то такое необычное, да? Слушайте, ну под Геланью, да? Сейчас он погибнет, конечно, потом удары, скорее всего. Это не крокодила вызвал, что ли? Вы что? Офигеть! Я не знал, что такое возможно. Ладно, все-таки приступим к нашему незавершенному проекту. Жесть! Так, ладно, начинать нужно именно с этой стороны, ребят, сразу говорю. Потому что вам нужно быстро перелететь туда. А, 20-30 секунд. Ну, на самом деле успеем в любом случае. И последние часы. И вот он, сундук, кстати, внизу. Ладно, оставляем. И обелиск оставим. По обелискам будет отдельная серия, конечно же. Может быть, к этому времени она уже выйдет у вас. Точнее, у меня на канале, а вы увидите. Раньше, чем эта серия, скорее всего, даже. Так, найдите ценный предмет. Ребят, мы, кстати, нашли уже ценные предметы. Я уверен, что... Ну, здесь что-то еще есть. Ну, этот сундук откроется, когда вы всех здесь перебьете. Здесь ничего такого прям уникального нет. Я его сейчас не буду, конечно же, трогать. Перебить здесь тоже очень всех просто. Нам, видимо, надо просто идти в ней. Дальше, дальше. Ого! Это не только их секретная база, но еще пещера с сокровищами. Но, на первый взгляд, для Сахаэля здесь нет ничего интересного. Ну, кстати, вот это, скорее всего, очень интересно. Я вот уверен. А это у нас обычный сундук? А почему здесь обычный сундук? Объясните. Так, ладно. Мы сюда пришли только за одним сундуком. И это, скорее всего, это именно он. А для того, чтобы, видимо, его откроется, нам нужно либо фею выпустить, либо всех перебить, да? Фею, скорее всего, буду. Ага. Что, я тогда не буду трогать их. Нам надо фею освободить. Так, фея. Ты что, серьезно? Подождите, она... Ладно, я понял, по-моему, этих ребят надо убить. Все взаимосвязано здесь. Все взаимосвязано. Так, ладно, давай лучше расстреляемся. Все? Так, надеюсь, фея... А, нет, фея, кстати, все еще там. Ну, вот этот еще тип здесь стоит. Но я сомневаюсь, что и там фея. Ё-моё, ребята, нужно всех феи освободить. И там тоже фея. У-у-у-у, ладненько, понятненько. А можно хоть как-нибудь подсказку о том, как это все сделать, почему... О, открывается дверь. Я не знаю, как это, ребят, но... Просто открылось. Нам нужна одна фея или все? Так. Есть. Замечательно. Возможно, там какая-то очередность, значит, должна быть. ладно значит какая-то из этих дверей сейчас будет активно а ту же может быть после того как мы перебили здесь все может такое быть в любом случае вам нами просто надо будет повторить за мной все это сейчас мы разгадаем секрет так одна суда сядет и есть и теперь нам нужно 3 она последняя скорее всего а здесь замок не работает смотрите я понял значит мы должны всех перебить как неудачно напал то да надо было перебить их все у каждого видимо был свой сторожник поэтому так летки теперь все свободны фигу поставили давайте хоть посмотрим что же будет это тот именно сундук да о да о нет найдите ценные вещи но это не те ценные вещи может быть это цеными в этом за таки куча клама и сломана каменная плита еще на академии разозляться если узнают что наемники что я не знаю нужно было просто открыть соседний сундук а ну ладно в любом случае теперь вы хоть знаете как получить тот сундук хотя я думаю что это самая простая загадка из всех здесь присутствующих так что у нас тут есть еще сахейли у меня хорошая новость еще одна третья итак вам удалось что-нибудь найти в пустыне мы исследовали скалу поедателя ягнят и тогда вам ведь не угрожала опасность но не то чтобы я сомневался ваших навыках даже в случае встречи с тут пасом раскаян расскажите сахейли обысленность к ну вы наверно встречи шла вы рассказываете ему значит там располагается секретная база неудивительно что несмотря на мою осторожность в то время тут мы все равно меня ограбил что за сборище невест они утверждали что поклоняются царю дешрету но просто так раскидали важные реликвии это непростительно я хотел бы поблагодарить вас от имени академии за то что вы вернули такую ценную почему ты вдруг нахмурился неужели нашел что-то что не подается трактовки как раз наоборот это любовные стихи может быть это каменная плита окажется более цены чем ученые из школы семиотики могу представить какие заголовки они напишут о связи развития риторики с развитием цивилизации что ну смотрите поговорить с сахейлим вот я вам говорю что это скорее всего финал кд похоже мое желание изучить эти руины сбылось в таком случае чтобы отпраздновать укрепление нашей дружбы точнее я подготовлю больше подарков для великой героини маленькой тоже спасибо каждый получил то что хотел верно мы получили сокровища ты возможность написать научную работу моя работа ах из-за этого у меня голова идет кругом я могу написать новую работу но я уже вышел из того возраста когда все зависит от количество работ еще нужно достичь выдающихся результатов и войти в гробиницу царя до шрета мудрец да я знаю здесь мудрец там мудрец а я всего лишь хочу немного поворачать почему тебе так нужны результаты конечно же чтобы стать кандидатом на последующего мудреца для непостояне посвященных разницы между мудрецом и ученым может быть такой же как разница между маленьким закатником и большим но на самом деле разница между мудрецом и нами обычными учеными намного больше чем разница между хили чурлом и слаймом сходство между ними ноль верно это две совершенно разные вещи мудрецы контролируют акашу можно сказать что они держат всех нас исследователей за горло они могут разве возвелить или уничтожить нас одним лишь словом многие люди усердно трудились над научными работами и даже такой старик как я пренебрег своим достоинством лишь бы удостоиться взгляда мудреца поэтому я должен стать почетным мудрецом иначе унижение и боль которые я испытывал прошлом были бессмысленны я уверен чтобы ты что-то ты поняла если бы была ученым нет пойман считает что макси плей больше похоже на тебя в археологических заметках и логические заметки ага насмешки не что по сравнению с отсутствием новых знаний это твои слова на заметках что я такое написал над подумать да и правда были когда-то такие времена если бы вы мне о них не напомнили это мысль скорее всего даже не пришла бы мне в голову значит ты забыл могу я попросить вас о кое о чем что нужно будет еще какую-нибудь плиту искать не 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 довольно таблеточек а точнее табличек я просто просто вдруг захотел перечитать те заметки пожалуйста позвольте мне забрать эти археологические заметки а я подготовил для вас подарочек не беспокойся ну что ж спасибо вам за хлопоты счастливого пути спасибо что напомнили мне моей молодости это прекрасное чувство неповторимо а я был уверен и кстати почему всегда пишут продолжение следует хотя я 2 на сто процентов уверен что нибудь никакого продолжения здесь ну все получается да на этом мы кстати закончили и получили награду да великолепно ребят красная кнопочка под видео подписываемся пишем капитале ставим лайк нажимаем на колокольчик увидимся в следующих сериях и смотреть мои видео до конца для меня это очень важно пока пока